Советский автопром прежде всего обслуживал нужды промышленности, выпускал грузовики, трактора и самосвалы. И среди них тоже были свои легенды. Вот экземпляр, который я не мог пропустить. Трактор ЮМЗ-6002, который знающие люди по объективным причинам любовно называют петушком. Родился он на Южном машиностроительном заводе в 1971 году. И не случайно так похож на трактор МТЗ Беларусь, ведь это его предок. Но затем конструкцию улучшили, а мотор для него разрабатывали на Рыбинском авиапредприятии. А муфту сцепления на Ковровском заводе имени Дегтярева. Вот такой симбиоз получился. Наш экземпляр 1993 года рождения, но основа всё равно советская. Двигатель закреплён на полураме. Это остов трактора. Рама намертво прикручена к коробке передач, которая слита в единое целое с задним мостом. Расстояние между колёсами можно менять, чтобы попасть в колею между разными сельхозпосевами. Но на петушках этим никто не страдает. Техника всё-таки строительная. Мотор рядный, четырёхцилиндровый, на жидкостном охлаждении с непосредственным впрыском. Рабочий объём 6300 кубических сантиметров. Мощность 80 лошадиных сил. Спереди топливный бак на 90 литров. Перед баком отвал, которым можно и снег почистить, и в землю убереться, если ковшом потребуется поорудовать. Двигатель хорош своей тяговитостью. Он просто тянет и всё. Его не надо раскручивать. Правда, из-за экскаваторной установки за спиной раскачивает тебя, как корабль. КПП пятиступенчатая, но пятая заварена. Чтобы пересчёлкнуть передачу на ходу, надо постараться. Максимальная скорость не более 20 километров. Расход топлива в среднем 9 литров в час. Бака хватает на 10 часов. И неважно, едешь ты или копаешь что-то. Кстати, пора поработать ковшом. ЮМЗ может прокопать яму глубиной 4 метра, а радиус 5 метров. Но это куда тракторист может дотянуться железной рукой. Поэтому петушок, как вспомогательный экскаватор, очень хорош, а в небольших хозяйствах просто незаменим. За один раз в ковш помещается четверть клуба. ЮМЗ-6 выпускали до 2001 года. И его до сих пор можно увидеть в строительстве, коммунальном хозяйстве и на полях. А еще ему не страшны ни лютые морозы, ни 40-градусная жара. Многие из этих тракторов до сих пор на ходу, а их владельцы не собираются менять верного коня на более современную технику.